Продолжаем показ этого турнира. Александр Емельяненко, Эдди Бэнкстон, Россия, Швеция. Я думаю, это была бы прекрасная вывеска для хоккейного матча, но сейчас ММА, боевое самбо против греко-римской борьбы. Ударник против борца. И представляю вам опытный боец ММА против человека, который провел всего, по-моему, пять поединков профессиональных. Чампул Цацамия, Россия. Судьи у ринга. Владимир Волостых, Россия. Айк Кукасян, Армения. Михаил Рассахатый, Украина. Коломерист Алексей Гусякников. Дамы и господа, представляем вам рефери боя. Это Владимир Шемаров, Украина. Да, весь турнир Владимир отработал рефери. Ну, кроме кубоксовских поединков. Ну, да, естественно. Владимир Стам, кстати говоря, выступал по ММА. Так что рефери... На рефери боец. Рефери боец. Я тоже, конечно, Миша, думаю, что рефери будет чуть-чуть для здоровья полегче, чем сражаться в боях ММА. Хотя Зарк тоже с руль играет. Посмотри, где он, например, видел, что футболит несколько раз рефери мячом нашибли. Он-то сам того не ожидаю. Ну, да, здесь выключили рефери. Чуть-чуть тяжелее будет, конечно. Немножко. Чемпион Европы по греко-римской борьбе. The European Champion of Greece Roman Wrestling. Iskoda Borga. Shkoda Borga. Shkoda Borga. Adi. Fung. Чемпион Европы по греко-римской борьбе. Конечно. Звание говорит само за себе. Ну, с учетом того, что это было давно, видимо, в то время не выступал. Они, значит, наверное, карелин решил не уступать, потому что я другую. Ну, так же и... Или кто-то другой поехал. Да, или кто-то другой поехал. Может, Патрикеев и поехал. Хотя я не слышал, что бы Патрикеева, я думал, здесь бы это было озвучено. Да, да, да. Или Хасан Бароев тоже. Такое бы достижение озвучено. Однозначно, согласен с собой, тем более, с учетом того, что трехкратный чемпионов мира. Представитель России был бы там же. Хорошее было объявление русско-английское. Файтинг чемпион по Файтинг Самбо. По Комбат Самбо. По Файтинг Самбо, точнее, перевели почему-то, хотя Комбат. Комбат Самбо, конечно. Ну, видимо, видимо... Рост Бэнксона заявлен как 192 сантиметра, то есть рост примерно одинаковый в весе. Ну что ж, интересно, конечно, все равно хочется, конечно, посмотреть поединок этот. В любом случае хочется, чтобы он был интересным. И, конечно же... Кстати, в этом бою разыгрывается титул чемпиона про ФСИ. В тяжелом весе, да. В тяжелом весе. Хотя, подчеркиваю, Алексей Аренек это подчеркнул в интервью, даже на официальном сайте, что... Странно, но я этот пояс не отдавал. Второй пояс. Ну, это как... Ну, как есть чемпион супербоя в ФСИ. Ну, кто супер, а кто чемпион, я не знаю, Леник или победитель этого боя. В зависимости от того, кто будет... Смотрим. Главное событие вечера. Александр Емельяненко и Эдди Бэнкстон. Емельяненко слева от нас, для тех, кто не знает. Татуировок больше у него, чем у него. Да, больше татуировок. Выглядит он поатлетичнее. Посмотрим. Ну, Александру надо как-то действовать активно, не позволять сопернику... То, что соперник делает. Отдавливает хорошо, Александру не получается. Так, пока нет. Ничего не удалось к Бэнкстону. Первый натиск к Бэнкстону не удался, проход в партер не получился. Кстати, Александр Емельяненко часто страдал из-за выносливости. Так. Вот и все. Ну, это что-то вообще непонятное. Да, вот ты говоришь, что джебы, они... Не, по-моему, нокаут... Серьезно. Что случилось, на мой оппонент? Живой? Что такое? Это джеб. Я не совсем, если я, если я, если я, если я, я понял. Бой Майка Тайсни и Джулиаса Фрэнсиса, комментатор, очень удивлялся, как профессиональный боксер падает от джебов. Показывает спину Александра. По-моему, даже от этой уроки не ожидали, по-моему. А что случилось? Неужели от джеба такой нокаут? Наверное, просто в челюсть попало. Нет, видно, что нокаут тяжелейший. Тяжелейший нокаут. Наш ответ есть? Да, Бейнсон, наверное, не ожидал, что... Очень бы хотелось посмотреть по второму. Александр, второй бой за год и второй бой с очень быстрым завершением. Доволен Александр. Да, ты знаешь, по-моему, даже я бы не сказал, что... Удивлен. ...особо доволен, потому что я думаю, что ему хотелось бы, конечно... Получается, что просто за год с небольшим он нанес пять ударов, получается, в боях. Если брать бои ММА, то есть пять ударов и все. То есть он провел... Два акцентированных, пять акцентированных. И еще сейчас, если мы увидим, что это от джеба он упал, то здесь вообще... Ну, 100% на КПД. Кто еще за год может так... Да, если Саша такой джеб, то, конечно, лучше не попадаться вообще. Да, Эдди Бэнксон. 44 секунды, а что-то поединок в образе 40, по-моему, делится с Магомедом. Александр Емельяненко одержал победу нокаутом. Стоит ли его поздравить или не стоит, я не знаю. С одной стороны, он победил легко, с другой... Даже подобие боя не получилось тут. Я смотрю, не могу понять, изменил, по-моему, некоторые татуировки. А, ну это... Изменил некоторые татуировки, Александр. Да, сейчас они меняются. Хотелось бы повтор посмотреть, не изменил, да... Заредушировал. Старе всего... Мне было интересно, татуировка очень на... Очень удобно. Слушаем. Спасибо всем, кто пришел поддержать сегодня турнир. Все, что вы делаете на ринге, мы делаем для вас. Спасибо вам, что вы ходите и поддерживаете нас. И приглашаю в ринг в вице-президента профессии Магомеда Дарзикова. Алексей Яценко держит. Алексей Яценко. Поиск. Будет награждать победителя. Надеюсь, все-таки повтор нам покажет. Да, хотелось бы... Все надеются, чтобы увидеть, что тут было. Был удар, было попадание, был нокаут. Что за страшный джеб был? Ну, жестко удара я не видел. Можно к левой боковой бы просто... Вспоминается удар невидим к исполнению Мухаммеда Али. Ну, вспоминается много таких... Да, вспоминается. Просто хотел все-таки увидеть, что было в данном случае. Это был левый боковой, и на полускачке, конечно, тогда я допускаю нокаут. Вообще, это легко у любого бойца. Но если Александр бьет джеб такой силой, что боец падает и не встает 20 секунд... Я думаю, для будущих соперников Александр... Такое видео будет удручающе действовать. Да, вообще, под джебами... Под джебами буду стараться не вставать. Выключает на минутку, то... Что же он делает с правой рукой? Боже, мои дорогие господа, еще раз ваши аплодисменты! А с вами сегодня... Белошаннодорская компания профессиональной... Жаль, мы так, по-моему, и не увидим. Паспро очень бы хотелось бы посмотреть. Ну, может быть, увидим все-таки. Не будем забегать вперед. И, конечно же, Александр Винчаленко! Операторы нас не слышат, но... Ребята, услышьте нас. Да, услышьте нас, покажите, что бы было. Тем более... Так, вот смотрим, понимаете. Татуировки у него Мухаммед Али, кстати говоря, у Леди Бэнксона, да, по-моему, она была? Это было о руковиде, мне кажется. Наверное. Так, это до боя или после боя? Думаю, до, и так смотрим. Так. Да, ну, что ж... Так, еще раз. Нет, был ли удар? Ну, в конце концов, Эдди, как бы, он сказал, что он постарается провести бой, он же... В общем-то... Так, еще раз, вот, наверное, будет хорошо. В глаз ударил. Нет, в нос, в глаз, там, непонятно. В нос, в глаз. Как говорят, восточные мастера есть бесконтактные удары, которые убивают. Это был, мне кажется, как раз-таки тот самый случай, мне кажется. Это был тот самый случай, когда просто вот... Многие не верят в это, вот... Да, 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 это тот самый случай. Да, 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 это тот самый случай.